Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование книги Иова на библейском интернет-портале экзегет.ру. Сегодня мы с вами рассмотрим 31 главу. Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне, девицы, какая же участь мне от Бога свыше, и какое наследие от Вседержителя с небес. Ни для нечестивого ли гибель, и ни для делающего ли злое напасть, не видел ли он путей моих, и не считал ли всех моих шагов. Если я ходил в суете, и если нога моя спешила на лукавство, пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность. Если стопы мои уклонялись от пути, и сердце мое следовало за глазами моими, если что-либо нечистое пристало к рукам моим, то пусть я сею, а другой ест. И пусть отрасли мои искоренны будут, если сердце мое упрещалось женщиной, или я строил ковы у дверей моего ближнего. Пусть моя жена мелет на другого, и пусть другие издеваются над нею, потому что это преступление, это беззаконие, подлежащее суду. Мы видим с вами, что в 31 главе Иов продолжает свое стинание, свою некую молитву к Богу. Он ищет причину своего наказания, что, в общем-то, правильно, но он не видит причины, что наказание столь тяжелое, которое на нем. То есть мы помним, что он лишился богатства. Что там богатства? Он лишился семьи. Что там, ну так, в некой мере, и семьи. Но он лишается, и как у нас сегодня говорят, самого главного, чтобы было это здоровье. Он покрыт весь гноющим, в струпях сидит на куче навозной. К нему приходят трое его друзей, Елифас, Вилдат, Сафар, стараются его не утешить, а скорее упрекнуть, и тем самым еще большую наводят на него скорбь, и без того человеку, которому, в общем-то, нелегко в таком вот состоянии. Видим, что Иов говорит о том, что, Господи, я никогда не взирал и на женщину, и положил, как бы говорит, обет глазам моим, как и сказано, завет положил с глазами моими, и не смотрел на жену чужого. Он как бы предваряет то, о чем скажет Господь Иисус Христос впоследствии, что если кто в сердце своем подумал или посмотрел на человека, противоположного пола с вожделением, тот уже прелюбодействовал с ним в сердце своем. Но Иов говорит, что и этого не было у меня, что и мыслью я не уходил даже и в сердце, не то, что делал это преступление. Не было за мной такого вины прелюбодеяния. Поэтому он говорит, я ходил, если я ходил в суете, то пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность. Вот что по этому поводу пишет, например, пресвитер Филипп, один из экзегетов, цитата, «Начиная с этого места и до конца, Иов описывает свою праведность, особенно милосердие и добродетели, которых насчитывается, если посчитать все эти 40 стихов, которые изложены в 31 главе, насчитывается до 15. Подобно мужу совершенному, который, собравшись сердцем шаг за шагом, шаг за шагом, продвигает вперед и, наконец, достигает в своем восхождении Дома Господня». Здесь как бы такая лестница добродетеля Иова. Не то, что он этим кичится, но он говорит, что он сделал доброго и что злого того, в чем его обвиняют друзья, он в себе не находит. «Я», говорит, как бы Иов, продолжает пресвитер Филипп, «Я», говорит, «он определил и положил себе, что под водительством взоров его в мысли мои не закрадывается ничего нечистого или непристойного, никакой похоти». Конец стат. То есть он говорит, что и в мыслях не было у меня никакой похоти. «И не взирал я на человека, то есть мыслью даже не уходил от Бога». Интересно, недавно, буквально вчера смотрел фильм о Псково-Печорской лавре, такой документальный фильм, где владыка Тихон рассказывает о жизни братьев, как они жили в советское время. И вот там был один такой старец, который говорил, что «я и мыслью не выходил из монастыря». Интересно, я всегда был сосредоточен, при всем при этом был очень добрый и внимательный ко всей братье. То есть Иов многострадальный говорит, что «я даже мыслью не выходил из заповеди Божией». И далее мы читаем с вами, «Если я пренебрегал правами слуги и служанки моей, когда они имели спор со мною, то что стал бы я делать, когда бы Бог восстал? И когда бы Он взглянул на меня, что мог бы я отвечать Ему?» Действительно, он говорит, даже и слугам своим, тем людям, которые находились у меня в подчинении, я не делал ничего плохого. То есть я с ними разговаривал на равных. «Не Он ли, то есть Бог, который создал меня в очреве, создал и Его, равно образовал нас в утробе?» То есть Иов говорит, что все мы дети, в общем-то, Адама и Евы. То есть все мы в той или иной мере братья и сестры. Если не во Христе, то в Адаме точно. Потому что весь род человеческий произошел от двух людей, Адама и Ева, согласно божественному откровению. Поэтому все мы так или иначе имеем одно начало. И для всех, для нас, так или иначе, Бог является Творцом мира. Поэтому так Иов и говорит, что не Он ли, который создал меня в очреве, создал и Его, равно образовал нас в утробе? Это очень важно помнить. Когда мы иногда пренеближительно относимся к друг другу, особенно к братьям и сестрам во Христе, те, что у нас один Бог-Отец. Поэтому мы и называем друг друга братья и сестры. Потому что у нас один Отец, Бог, любящий нас. Поэтому мы и молимся. Молитва не «Отче мой», а «Отче наш». Это все важно себе приводить на память. Конечно же, другая теория, которая сегодня внедряется в наше сознание, это теория эволюции, что человек произошел как-то случайно, где-то там что-то как-то взорвалось, потом произошла какая-то живая клетка, и в результате естественного отбора выживает сильнейший. Теперь вот люди, они как звери, должен выйти, выжить сильнейший. Тогда, конечно, здесь, как об этом пишут, кстати, Владимир Соловьев, Славяна Фил, два века назад, писал об этом, о Богу человечестве. Он так и говорил, «А какая причина мне любить ближнего, если мы произошли в результате революции?» То есть причины нет действительно любить. Какая? Никакой. А какая причина любить нам друг друга, как братьям и сестрам? Причина одна, и очень веская, и важная, что мы все верующие во Христа, все во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Поэтому так и сказано в Священном Писании, если кто не любит брата своего, которого видит, как может говорить, что он любит Бога, которого не может, которого не видит? Поэтому наша любовь — это любовь к Богу и к ближнему. Но выражение ее можно увидеть. Если человек ненавидит брата своего, то он еще во тьме. Иов как бы предваряет, снова повторю, все эти евангельские строки. Он говорит о том, что я и любил того человека, который хоть и не равен был со мной по социальному положению, но он тоже такой же человек. Итак, «Отказывал ли я, говорит, нуждающимся в просьбе, и томил ли глаза вдовы, сиру и вдову приимет и путь грешных погубит?» То есть он говорит, и не отказывал ни в каком деле милосердия. «Один ли я съедал кусок мой, и не ел ли от него и сирота?» То есть он говорит, то, о чем скажет пророк Исаия, «Вот пост, который я избрал, раздели, разреши окову неправды, раздели с голодным хлеб твой. Когда увидишь нагову, одень его, и единокровно твою не открывайся. Тогда, говорит, правда твоя пойдет пред тобой, и слава Господне будет сопровождать тебя». Так и говорит Иов, «Что я разделял с сиротой кусок хлеба и не ел его один. Ибо с детства он рос со мною, как с отцом, и от чрева матери моей. Я руководил вдову». То есть он говорит, и кров им давал, и эти люди были рядом со мной. И я то, что сегодня мы сейчас назвали, мы, к сожалению, зачем-то это все разделили. Социальное служение, молодежное, миссионерское. Иов это все совмещал. Ему не мешало творить дела милосердия, занимаясь просвещением своих друзей, которые не понимали причины страдания, а Иов видел их в промысле Божьей. Ничто не может помешать человеку, и не надо тут подразделяться на какие-то группы. Ну, может быть, это для более лучшего какого-то управления, но не более того. Итак, если я видел кого погибающим без одежды и бедного без покрова, не благословлял ли меня чресло его, и не был ли он согрет шерстью овец моих? И если я поднимал руку мою на сироту, когда видел помощь себе у ворот. Смотрите, как интересно здесь говорит Иов. И Григорий Великий это замечает. Он говорит, когда я видел человека бедного, то не поднимал на него руку. Здесь очень интересно остановиться и заметить, что часто, когда мы делаем какое-то доброе дело, то бывает так, если делаем его не с внешним ворчанием, то бывает, что делаем его с ворчанием внутренним. То есть, делая доброе дело, мы говорим, ну вот что, всегда я должен, всегда я, почему я, вот я что, вам тут козел отпущения, а вы, ну в то же время там делаем все, что нам там попросили и поручили. Но Иов говорит, я даже этого не делал. То есть, делая какое-то доброе дело, я не ворчал и не сетовал. Вот это очень важно, приучить себя делать доброе дело без такого постороннего, постороннего, ну скажем, греха, вот этого сварливости и ворчания. Поэтому вот вспоминаются слова утреннего правила, когда преподобный Макарий так и говорит, Господи, что я ничего доброго пред Тобой не сделал. То есть, старцы и люди высокой духовной жизни, они когда делали какое-то добро, они наоборот плакали, что они недостойны, Бог им поручил сделать это добро, и через них вот это творит. И они плакали о том, что недостойны это делать. Поэтому преподобный Макарий так говорил, ничего доброго, Господи, я перед тобой не сделал. Видим, что Иов говорит об этом и утверждает это, ибо страшно для меня наказание от Бога. Здесь проявляется то, о чем мы часто с вами говорим, что начало премудрости, страх Господень, действительно понимать, что все, что я не делаю, все записывается в книге жизни. Все, что я не делаю, так иначе откроется на страшном суде. На предварительном суде все это будет открываться, куда человек будет помещен в преддверии рая или в преддверии ада. И на страшном суде откроется тоже. Поэтому, как сказано уже и в Новом Завете, все, что не делаете, делайте, как для Господа делаете. Что это значит? То есть, помнить всегда, что Бог видит все. Вот тоже из этой истории действительно такой интереснейший документальный фильм, когда там в Монастырь Епска, в Печерском один монах уже, казалось бы, умер. И все говорят, ну все, он умер, старец один в храме, причастился и умер. Дыхания уже нет, сердце, послушали, остановилось. Но один там, по-моему, отец Иоанн Крестьянкин говорит о том, что нет, он не умер, остановитесь. И он действительно подошел через какое-то время, он так открыл глаза, и Господь им продлил еще жизнь. И когда у него спросили после этого, а что ты, что ты был в этом состоянии, он говорит, я видел в этом состоянии, как будто я стою на большом лугу. А этот человек занимался киотами, то есть резьбой по дереву, различными поделками, а впереди меня, говорит, большой овраг, и там все мои поделки, их много, сотни и сотни и тысячи. Я стою, на это смотрю, и вдруг голос сзади. Смотрю, оборачиваюсь, а это Богородица. И она говорит, мы ждали от тебя покаяния, а ты нам принес вот это. Поэтому тебе, говорит, жизнь продляем. То есть иногда мы своими делами хотим обрести себе спасение. На самом деле Господь показывает, что любое доброе дело, сделанное без покаяния, оно не вменяется нам. Конечно, как рассказывается там, что этот человек стал и дальше, он занимался рукоделием, но он понимал, что главное для него теперь это покаяние и молитва. «И так полагал я в золоте опору мою и говорил ли сокровищу ты, надежда моя». Действительно, он говорит, что я не полагал на богатство свою надежду, как об этом сказано в 61-м псалме, 11-й стиху пророка и царя Давида. Он пишет, «Не надейтесь на грабительство и не числайтесь хищением, когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце». Очень важное такое вот замечание, я бы сказал, заповедь. Если есть богатство, не надейтесь на него, не прилагайте к нему, говорит псалмопевец Давид, сердце. «Радовался ли я, что богатство мое было велико и что рука моя приобрела много? Смотря на солнце, как оно сияет и на луну, как оно величественно шествует, прельстился ли я в тайне сердца моего и целовал ли уста руку мою?» То есть, он говорит о том, что не надеялся я, ну, как бы здесь, ни на солнце, не был идолопоклонником, то есть, на какие-то погодные условия. Пожалуй, тема, которая нас, почему-то, как христиан, больше всего сегодня интересует. Мы всегда первое, что делаем, а какая погода, как там, что там будет. Как будет, так и будет, и слава богу за все. А вот Иов говорит о том, что не полагался и не надеялся на эти все явления. Тем более, многие отцы церкви усматривают здесь, что Иов говорит о том, что я не был идолопоклонником, и солнце для меня, не являлась таким вот объектом исследования. Но здесь некоторые отцы замечают и то, что Иов говорит против астрологов. В то время это было в древности очень развито, после Вавилонского столпотворения. Вот Ефрем Сирин пишет так, цитата, «Смотря на солнце, как оно сияет, то есть, если бы я видел восходящее солнце и поклонялся ему, если бы я любовался луной и преклонялся перед ней, колени, то я определенно бы заблуждался». Конец цитаты. Далее продолжает и говорит, что значит эти слова «если бы рука моя целовали руку мою». То есть, это такое самодовольство человека, когда он говорит, что есть, знаете, там люди, которые уже в состоянии такого немножко помешательства начинают руки себе целовать. То есть, такое состояние человек может прийти в результате, если он не раскаивается в своем тщеславии, гордости и самолюбовании. Это очень опасное состояние. И его, говорит, у меня не было. Не любовался я внешним, не надеялся на богатство, не надеялся на гороскопы, не надеялся на судьбу, не надеялся сам на себя и сам себя не возвеличивал, руки себе не целовал. Далее. Это также было бы преступление, подлежащее суду, потому что я отрекся бы тогда от бога всевышнего. Радовался ли я погибели врага моего и торжествовал ли, когда нечестие достигало его? Тоже очень важное замечание. Иов опять предостерегает нас с вами от злорадства. Он говорит, во мне этого не было. Если даже враг, как сказано в законе Божьем в Торе, если даже осел врага твоего упадет в яму, то помоги, вытащи его и этого осла и врага твоего. То есть, не злорадствуй, когда есть беда или приключилась беда с ближним твоим или даже не с ближним, а даже с врагом. Господь Иисус Христос так и скажет, любите врагов ваших и благословляйте ненавидящих вас и обижающих вас и потом скажет, где наше богатство, ибо мзда ваша много на небесах. Вот к чему стремится. И Иов о всем об этом говорит. И далее мы продолжаем. Не позволял я устам моим грешить проклятием души моей, то есть, не проклинал, не говорили ли люди шатра моего, о, если бы мы от мяса его не насытились. Странник не ночевал на улице двери мои и отверзал прохожим. То есть, он опять продолжает свою речь и говорит, что не только на словах я говорю о праведности и своей праведности Божьей, но это было и на моих делах, и это показывают и сами мои дела. Если бы я скрывал проступки мои, как человек утаял в груди мои, пороки мои, то я боялся бы большого общества и презрения одноплеменников, страшило бы меня, я молчал бы и не ходил бы за двери. Действительно, грех, он всегда порождает такое состояние, как паранойю. То есть, человек всегда боится, и Юф это говорит, что если бы я дворил дела греха, то я бы всегда скрывался от общества, потому что понимал, что боялся бы, что вот я вор, и все меня обличат в том, что я вор. Поэтому, наверное, сегодня люди, которые много наворовывают, они покупают себе где-то острова в Тихом океане, чтобы скрыться от общества и спрятаться от этого суда общества. Снова повторю, что грех, он рождает действительно состояние, которое болезненным становится, не только с точки зрения духовной, с точки зрения медицинской, как паранойя. Итак, я носил бы ее, он говорит, ой, если бы, ой, если бы кто выслушал меня, вот мое желание, чтобы вседержитель отвечал мне, и чтобы защитник мой ставил запись, я носил бы ее на плечах моих и возлагал бы ее как венец, объявил бы ему число шагов моих, сблизился бы с ним, как с князем, если бы пияла на меня земля моя, и жаловались на меня борзды ее, если я ел плоды без платы и отягощал жизнь земледельцев, то пусть вместо пшеницы вырастет сволчиц, и вместо ичменя куколь слова Иова кончились. Действительно, Иов говорит, я ничего, вдову не притеснял, сиру не обижал, и хочу, чтобы меня судил вседержитель. Он как бы здесь обращается снова к своим друзьям, которые сидят и слушают, к Ильфазу, Вилдаду и Сафару, обращается с этими словами, говорит, пусть меня судил вседержитель. Он знает все, он видит все, поэтому я как бы предаю в руки весь суд в руки Божии. И снова повторяет, что не ел я ни от плодов, не трудясь своими руками, все, что делал, все старался делать во славу Божию. И еще во всем этом стенании, во всех этих 40 стихах 31 главе видно, что во всем этом стенании молитва Иова и, в общем-то, его восхождение по таким ступеням надежды на Бога и прославление его как Бога Творца Всевидящего, Всезнающего и Всемогущего. Субтитры создавал DimaTorzok